В минувшую пятницу православные верующие отметили великий церковный праздник – обрезание Господне. В храме святого праведного Иоанна Кронштадтского состоялась божественная литургия, которую совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Наша съемочная группа побывала на месте. Подробности далее в сюжете. Праздничную службу в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского предваряла торжественная встреча почетного гостя. Для проведения божественной литургии Радужный посетил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Большое количество верующих горожан пришли на праздничное богослужение. Храм также посетили представители городской администрации и Думы Радужного. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, прихожане придерживались предписанных антиковидных требований. Все присутствующие были в защитных масках, а в таинстве причастия использовались одноразовые ложечки. Также в праздничный день в Радужный были привезены мощи одной из самых почитаемых в России святых – Матроны Московской, с именем которой связывают различные чудеса. По решению митрополита мощи останутся в городе до 22 января. В завершении службы владыка обратился к прихожанам с заключительным словом и поздравил всех собравшихся с прошедшими и грядущими церковными праздниками. Братья и сестры, позвольте от сердца, души, как с опозданием поздравить с Рождеством Христовым. Ибо святки мы вчера отдавали праздник Рождеству Христову, но святки продлеваются, длятся до нашего Богоявления. И, конечно, хотелось бы в первую очередь пожелать всем нам. Пришествие в мир Христа Спасителя было историческим событием мирового значения. Ибо все человечество ожидало спасителя, того, который избавит род человеческий от греха. В рамках визита митрополита в Радужный также была запланирована встреча с руководителями общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. В каворкинг-центре вместе участники обсудили вопросы духовного и нравственного воспитания. С пожеланием в своем интервью владыка также обратился ко всем жителям города Радужный. Человек не ценит то, что имеет, когда он проживает свое время, не ценит то время, в котором он живет. И вот сегодня мы все скучаем и все переживаем, вернется ли то время, которое было до пандемии, свободное, неограниченное, потому что сегодня ограничение и в общении, и в обучении, и в проведении всяких мероприятий общих. И мы, конечно, сиротеем разделены, разобщены от тех общих мероприятий. Дай Бог, чтобы в этом году все изменилось в лучшую сторону, и, конечно же, год у нас был более благополучным, более приятным для нашей жизни. Я искренне от души желаю всем нам, чтобы лето благости Господней 2022 года было более плодотворным, более мирным, спокойным и безболезненным. Анастасия Ключникова, Елена Придеина, Вадим Гордеев. Новое время радужный.